Встреча с интернетом Никнейм, да, это называется, английский термин, а проще, по-русски говоря, кличка. Скрываясь за теми названиями, которыми они себя называют, подписываясь чужими именами, надеются на вседозволенность и, надо сказать, небезосновательно. Вот моим законопроектом вводится уголовная ответственность за клевету, которая совершена с использованием телекоммуникационных сетей и сети интернет. Если речь идет, допустим, о журналистах какой-то редакции, если в отношении них распространяются клеветнические сведения, но они не названы пофамильно, это что, не клевета? Это такая же клевета, потому что все прекрасно понимают, о ком идет речь вплоть до фамилий. И я предлагаю эти действия, когда речь идет о клевете в отношении нескольких лиц, даже не поименованных, распространить действия ст. 128 прим. И привлекать за распространение подобного рода сведений к уголовной ответственности за клевету. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, фракция «Справедливая Россия» будет голосовать против представленного такого скороспелого законопроекта, как и многие другие, которые сегодня выдает Дмитрий Федорович. И только по этой причине, я считаю, мы не можем в такой спешке, сегодня первое чтение, завтра второе, третье чтение, принимать законы, которые касаются миллионов, да, и причем не просто это денег касается, большие деньги до 5 миллионов, но это и уголовная ответственность, это тюрьма для тоже, может быть, миллионов людей. Почему? Где причина этой спешки? Поэтому, теперь, по сути, да, Дмитрий Федорович, а не боитесь, что бумерангом этот закон может ударить и по депутатам, и по министрам, и по правительству? Нам что, вот здесь тогда нужно детектор лжи установить, да? Потому что иначе распространение заведомо ложных сведений, значит, будет касаться и всех, кто выходит на эту трибуну. Ну, например, выходит министр или депутат какой-то и говорит, а МРОД 12 тысяч для достойного вознаграждения труда российских тружеников, это нормально, этого хватит на все его необходимые и питание, и дом, и ЖКХ, и путешествия и так далее. Это же и есть заведомо ложные сведения, что пойдет сразу, значит, господин в суд по заявлению миллионов граждан, да? Или когда вы говорите, многие, во всяком случае, что да, индексация пенсии должна быть, статья в Конституции, но денег нет. А мы говорим, деньги есть, денег нет. Вот к чему это все может привести? Давайте посмотрим на эту сторону. Ну, и что касается пенсионного возраста, а тысячу, про тысячу министр Силуанов говорил, и что будут все путешествовать. Это заведомо, заведомо ложные сведения, да, которые действительно порочат честь пенсионеров наших трудящихся. Ну, и по сути, а как доказать? Вот посмотрите, количество уголовных дел за год по клевете меньше 60 штук, всего. Это очень сложно доказывать в суде. Как будете доказывать? Сегодня век хакерских всяческих вот этих возможностей взломов с вашего телефона, с вашего какого-то аккаунта. Оскорбление уйдет в адрес конкретного гражданина. И что делать? Как доказывать? Где свидетели, что именно он написал это клеветническое, значит, какое-то оскорбление, а не «доброжелатели» в кавычках подставляют людей? Где доказательная база? Ну, и, конечно, ответственность, Дмитрий Федорович. У нас за убийство людей на дорогах, скажем, да? Два года условно там, небольшой штраф, а здесь пять лет. Ну, где вот это взаимо... Когда мы сейчас говорим о неопределенном круге лиц, и когда говорим о том, что, возможно, суды будут определять, это оскорбление или это клевета, и когда называют люди, что, допустим, партия «Единая Россия», партия «Жулик» и «Фаворов», спорный вопрос, да? Или называют там «ядросы», нас называют там «шарадувы», да, «краснопузы». Ну, понятно, что клевета, пуза-то у меня белая, да? Ну вот. И судя по той скорости, с которой мы сейчас принимаем законы, ужесточая наказание, послушайте, а у нас тюрем-то хватит, нет? Или у нас следующий закон будет по строительству тюрем, как самое доходное будет место? Слушай, ну давайте как-то остановимся, ну так же нельзя, ну что же, это получается уже вообще не за никакие слова говорить, потому что это наказуемо и вплоть до тюремного заключения. Поверьте, тяжесть наказания, вот вы говорите, тюрем хватит, ну не будем, так сказать, об этом. Вы знаете прекрасно, что количество приговоренных и отбывающих в местах лишения свободы срок у нас сократилось в разы по сравнению, например, с советским периодом, в разы, коллеги. Что касается наказаний, то там не только наказание в виде лишения свободы, там и штрафы, обязательные работы, вот, и удержание определенного заработка за определенный срок. Поэтому у правоприменителя есть широчайший спектр санкций. И вот в зависимости от тяжести содеянного это все будет применяться. Но в особо тяжелых случаях, ну да, будет, наверное, и лишение свободы, но не всегда. Внимательно очень слушали Дмитрия Федоровича. В принципе, в вопросах уже было многое сказано, но всегда, когда любой законопроект носится в Государственную Думу, мы должны с вами посмотреть, от чего хотят избиратели. В первую очередь. Мы же все-таки представляем их интересы. Вот за время работы в Государственной Думе, пусть и небольшое относительно, 4,5 года, я на приеме граждан ни от кого не услышал, чтобы кто-то пришел и пожаловался на то, что его оклеветали в интернете, и теперь он этим недоволен. Дмитрий Федорович, когда отвечал на последний вопрос, он сказал, вот ветеран боевых действий, который был оклеветован, он пошел в суд и там ничего не добился. Ну, наверное, тогда вопрос к суду, к судебной системе, а не к законопроектам, которые существуют. Если мы идем в российский суд, и там не можем добиться, если оклеветали ветераны боевых действий. Давайте все-таки тогда к нему вопрос будем задавать, а не к законам, которые существуют. Ну, конечно, сажать в тюрьму за клевету в интернете, это та цитата, которая сейчас обсуждается во всех социальных сетях, куда бы вы ни зашли, голосование на сайте ЛДПР, ВКонтакте, в различных социальных сетях, 97-98% пользователей интернета против. Задается вопрос, с какими такими пользователями интернета, когда разрабатывался этот законопроект, велись тогда переговоры, может, какие-то встречи, или мы чью-то позицию тогда, значит, отстаивали, когда вот этот законопроект коллега вносил. Ну, конечно, по поводу индивидуально неопределенной группы граждан, когда депутат Алимова задавал, я этот вопрос хотел задать и снялся. Однако, все-таки для чистоты отношений, именно Владимир Вольфович Жириновский в передаче «К барьеру», тогда она называлась, или «Поединок», использовал это выражение, действительно, не называя ни политическую партию, не называя ни группу лиц, вот было высказано такое. Каждый, в принципе, тогда, если он таким и является, он принимал на свой счет. Если он таким не является, тогда он на свой счет не принимает. Но если этот закон будет принят, то тогда, когда в социальных сетях, в паблике, в Инстаграме, где вы чаще всего общаетесь, пишут какие-то люди определенное недовольство в ваш адрес, ну, тогда мы просто получим, что большинство ваших подписчиков просто сядет в тюрьму теперь по этому законопроекту. Ну, и, конечно же, мы задаемся вопросом, неужто поймали всех террористов в интернете, всех педофилов в интернете, всех наркоманов в интернете, которые продают спайс, там, наркотики и все остальное, что теперь наши доблестные сотрудники наших силовых структур будут заниматься тем, кто пишет клевету в интернете, штрафовать их, а потом и сажать в тюрьму. Ну, мне кажется, это не совсем верно. Еще раз подчеркиваю, фракция ЛДПР будет голосовать против этого законопроекта. Ну, и, конечно же, посмотрите на реакцию в интернете ваших избирателей. Посмотрите на реакцию в интернете молодежь. Молодежь этот законопроект не поддерживает. История этого вопроса многим известна. То есть сначала была уголовная статья, а потом клевету во время президентства Дмитрия Анатольевича Медведева перевели в административную, потом, значит, обратно. И вот я прекрасно помню, что 2 июля 2016 года на встрече с правозащитниками Владимир Владимирович Путин сказал, что считает излишним применять за клевету наказание в виде лишения свободы. Можете ли вы мне привести место и время, когда он сказал другое? Или вы считаете себя умнее президента? У меня, Дмитрий Федорович, вопрос. Не считаете ли вы, что мы впадаем в некую мистику, когда рассуждаем не конкретно о клевете на какого-либо человека, на какое-либо лицо или организацию, а когда мы начинаем рассуждать о индивидуально неопределенной группе лиц или отдельном лице? Потому что у меня с этим вопрос. А есть ли критерии, которые, действительно четкие правовые критерии, которые позволяют сказать, что вот он не назван, но это речь идет о нем? Ну, как это определить, я просто вот не представляю. Есть ли критерии четкие, которые, значит, позволяют отделить овец от козлищ? Пожалуйста, Дмитрий Федорович. Да, уважаемый Игорь Юрьевич, ну, про овец козлищ, наверное, я тут не силен, а все, что касается неопределенного круга лиц, которые и нескольких лиц, неупомянутых индивидуально или не обозначенных индивидуально, то здесь очень четкое размежевание, которое я уже, ну, какой, третий, четвертый раз сегодня определяю. Неопределенный круг лиц, когда непонятно, про кого идет речь, а когда понятно, про кого идет речь, но эти люди не перечислены фамилиями отчества, то здесь все, я даже примеры привел вам. Это работники определенного какого-нибудь коллектива, это четко, когда мы знаем, о ком идет речь буквально, но они не упомянуты, но это же тоже клевета, если эти сведения составляют, если сведения, которые распространяются, они клеветнические. Та же самая клевета, подумаешь, фамилия не названа, но мы же знаем, про кого идет речь, конкретно, про каких людей. Их несколько, ни один, несколько, просто фамилии не указаны, ни неопределенный круг лиц, это большая разница. Повышена ответственность за клевету, совершенную публично, с использованием информационно-телекоменционных сетей, включая сеть интернет, равна отношения нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных. В соответствии с новой редакцией статьи предлагается в части пятой приравнять клевету, соединенной с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера, а глава называется «Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности». Именно такая формулировка используется и в проекте, представленная на наше рассмотрение. Клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особого тяжкого преступления. Повысим тем самым и размер санкций, который применяется к преступнику. И третье, в санкции статьи 2-5, проектируемой статьи, предлагается дополнить такими видами наказания, как принудительная работа, арест, лишение свободы. Даниил Владимирович Бессарабов, пожалуйста, исключительное слово Вы просили. Спасибо, Вячеслав Викторович. Комитет еще раз просит коллег поддержать законопроект в первом чтении и в случае поддержки завтра рассмотреть в втором чтении. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставится на рассмотрение вопрос под номером 57 о проекте федерального закона, внесение изменения в статью 128 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в части уточнения ответственности за клевету. Первое чтение. Пожалуйста, включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект под номером 57 принят в первом чтении. Коллеги, будут ли возражения рассмотреть завтра законопроект во втором чтении? Если есть, тогда будут против. Ставится на голосование предложение Бессарабова Даниила Владимировича о рассмотрении законопроекта под номером 57 проекте федерального закона, внесение изменений в статью 128 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в части уточнения ответственности за клевету завтра во втором чтении. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? 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 Покажите результат. Принимается решение. Завтра законопроект будем рассматривать во втором чтении.